приветствую всех на канале меня зовут наталья и сегодня мы с вами делаем еще один декор шара вот такой и немного поболтаем расскажу о том как я пришла к этому как я начала делать елочные шары из чего все это начиналось если вам интересно оставайтесь со мной и приступим для сегодняшней работы мне конечно же понадобится сам шар он у меня уже обработанный буду я использовать страза микс это у меня хамелеон вот такие стразы кошачий глаз это страза премиум классом очень красивые вот у меня вот такие пайетки они в ленте вот как на фатине и я их подрезала и сняла верхнюю веревочку ниточку и вот отдельно их приклеиваю мне понадобится клей карандаш и для удобства я перелила клей в аппликатор и работу я начинаю с того что беру пайетку клей и вот так аккуратненько наношу клей на пайетку очень аккуратно нет не приклеиваю сразу несколько секунд даю закрепиться теперь я накладываю придерживаю пальчиком убираю пинцет и придавливаю и вот вы видите все получается чисто и аккуратно я буду продолжать работу и буду отвечать на ваши вопросы мне часто задают вопрос как я пришла к этому как я начала делать елочные игрушки ну елочные игрушки я начала делать во время пандемии так получилось что я осталась дома в испании 1 закрытой квартире и чтобы не сойти с ума решила чем-то заняться раньше меня нигде не было ни в соцсетях ну просто нигде я не любитель где-то светиться так скажем показываться и даже понятия не имела как эти соцсети открывать дочка помогала мне через вотсап мы постоянно с ней общались и вот она мне помогла открыть канал так я продолжаю работу вы смотрите смотрите и вот я подклеиваю свои пайетки и вот с этого и началось первые мои видео были ужасно скучные без разговора потому что я не умела правильно говорить по-русски или на русском языке я до сих пор не знаю как правильно сказать но главное что я не боюсь говорить я делаю ошибки но все же я говорю и некоторые комментарии были что мне сначала надо выучить язык а потом уже делать ролики но первые ролики были без звука без не получалось у меня и говорить и работать и снимать в одно и то же время вот как например сейчас вот я подклеила свои свои пайетки и немного даю им закрепиться теперь я беру камни хамелеон кошачий глаз и наношу клей нанесла клей немного подождала чтобы клей захватился и подклеиваю на пайетку снова беру следующую работа медленная но кропотливая ну вот и я продолжу рассказ как же как же елочные игрушки первое время я делала цветы из лент бантики из лент и как я уже говорила никаких разговоров у меня там не было я просто давала размеры включала какую-то музыку из фанатейки ютуба и вот так я снимала свои первые ролики и конечно если смотреть по монтированию первые ролики у меня были ужасные но с этого наверное все начинают да кстати урок по монтированию обязательно переделаю так как у меня его заблокировали на ю тубе и обязательно выставлю думаю даже на следующей неделе ну и вот постепенно постепенно я училась правильно говорить у меня есть одна хорошая знакомая она из россии и вот она мне помогала с русским языком когда я делала ошибки она меня постоянно поправляла и я очень ей за это благодарна так как у меня были проблемы с ударением но постепенно все наладилось и как-то один раз даже не один раз получилось так что у нас была какая-то вечеринка я немного выпила шампанского и можно так сказать язык развязался и я начала говорить более свободно в тот вечер я решила снять видео и как-то получилось у меня более свободно еще надо надо мной подшутили что перед тем как снимать урок надо что-то выпить мои страза кошачий глаз подклеены и сейчас я буду подклеивать стразовые стразовые именно вот такие одиночные я просто выбираю место наношу клей ловлю паутинку и подклеиваю здесь уже можно разного диаметра ко мне это как вам больше нравится ну и продолжу свой рассказ первое время были бантики цветы и как-то уже ближе к новому году это по моему был октябрь месяц мне чисто случайно пришло в голову сделать елочный шар и если посмотреть по моим уроком мои первые елочные шары тоже не были идеальными они были с косяками но все учатся на своих ошибках и постепенно вы тоже видите в моих уроках я сама учусь что-то переделываю так какая-то мушка у меня тут прилетела вот летает она пускай живет пускай живет у меня окошко открыто ну как вы видите сейчас я уже спокойно свободно могу говорить как говорила не стесняюсь до ошибки есть но у меня все получается и я очень этому рада я располагаю камни в таком как сказать беспорядочном положении в предыдущем уроке об этом говорила что намного лучше смотрится когда они в таком беспорядке чем ровно по квадратикам или по линиям и я так поняла что после первого урока как я сделала елочный шар мои уроки вот после этого меня можно сказать начали узнавать именно по моим елочным шаром и до сих пор почти все знают по ним то что я делаю свадебные аксессуары не все знают а вот елочные шары знают все вот с этого все и началось и именно с пандемией и вот мой youtube канал уже три года как работает мне очень нравится нравится делиться своими идеями и конечно я буду продолжать это делается у меня их еще очень много не только именно по игрушкам хотя вы заметили что последнее время мои игрушки очень отличаются от тех что я делала в прошлом году но каждый год какие-то новые идеи новые мысли и совсем скоро я вас порадую еще одним одним дизайном который мне пришел в голову вот сейчас жду формы которые придут и обязательно поделюсь так ну куда еще вот сюда еще можно так слишком много клея если много клея вот так чуть-чуть пальчиком убрали и приклеили здесь можно добавить немного помельче страз чтобы разбавить все и вот вы видите что получается я пытаюсь все выдержать в одном стиле в разные у меня тут стразы но один стиль это очень важно когда вы делаете чтобы не было слишком много всего нельзя добавлять все пестрое все надо выбрать несколько цветов и именно этих цветов придерживаться я вот очень люблю цвет айвори к нему можно подобрать все и вот эти стразы хамелеон они подходят ко всему я раньше не очень с ними работала но последнее время почему-то вот перешла на них и я просто в восторге ну вот моя игрушка почти готова можно наверное еще где-то что-то мелкая мелкая добавить я всегда рада делиться идеями возможно у кого-то есть какие-то свои идеи можете мне писать я всегда готова ответить помочь или наоборот вы хотите поделиться идеи вы не знаете как сделать что сделать я умею много чего делать и буду рада поделиться главное знать что вы хотите при первой возможности обязательно покажу ну и вот такая красота у меня получается и вот здесь я вижу что лента бантика слишком большая я просто беру на шаре и подрезаю конечно все сразу обрабатываю и вы мне задали вопрос также по поводу инстаграма как я туда попала и как набирала подписчиков попала тоже дочка мне помогла говорит мама ты старомодная у тебя нету инстаграма обязательно должен должен быть и вот она открыла мне страницу сначала я понятия не имела как ее вести но впоследствии научилась и сейчас веду было время когда у меня было всего лишь три подписчика это была моя сестра и ее подруга и моя дочка но я очень рада что мое творчество нравится его же многих заразила своим творчеством творят красоту творят вместе со мной и это конечно очень приятно ну а на сегодня все надеюсь урок вам понравился что-то о себе рассказала если что-то интересует пишите буду рада ответить помочь и конечно открыть какие-то маленькие секреты творческих успехов вам и до скорой встречи пока пока